Продолжаем разбор красивой девятнадцатой задачи из ЕГЭ. Итак, задача такая. Издательство на выставку привезло несколько книг для продажи. Каждую книгу привезли в единственном экземпляре. Цена каждой книги — натуральное число рублей. Если цена книги меньше 100 рублей, на нее приклеивают бирку выгодно. Однако до открытия выставки цену каждой книги взяли и увеличили на 10 рублей. Инфляция, сэр. Из-за чего количество книг с бирками выгодно уменьшилось. Ну понятно, да, некоторые как бы они были выгодные, а потом после увеличения на 10 рублей цена стала больше 100 рублей, и уже они стали без бирки выгодны. Пункт А. Могла ли уменьшиться средняя цена книг с биркой выгодно после открытия выставки по сравнению со средней ценой книг с биркой выгодно до открытия выставки? Пункт Б. Могла ли уменьшиться средняя цена книг без бирки выгодно после открытия выставки по сравнению со средней ценой книг без бирки выгодно до открытия выставки? Пункт В более сложный, я его зачитаю потом. А пока я одновременно решу пункты А и Б для одного и того же контрпримера. Ответ да в обоих случаях. Более того, что абсолютно поразительно и невероятно на первый взгляд, после увеличения всех книг на 10 рублей, одновременно могла уменьшиться как цена книг с биркой выгодна, так и цена книг с биркой невыгодна. Как? Казалось бы, это же противоречие здравому смыслу. Наша общая средняя цена, которая там, допустим, обозначим ее как-нибудь за П, она является взвешенной суммой средней цены выгодных книг на количество этих самых выгодных книг, плюс средней цены невыгодных книг на количество этих невыгодных. Ну как может взвешенная? Ну понятно, что после возрастания всех книг на 10 рублей средняя будет вырастать на те же самые 10 рублей. Как же может быть, что и то, и другое, и вот это, и это упали? Ну понятно как, V меняется, правда? V новая, да? Новая кленовая. N новая. То есть, грубо говоря, от того, что N увеличилась, у меня с большим коэффициентом берется средняя цена невыгодных книг, то есть дорогих, и с меньшим коэффициентом цена дешевых. Поэтому, в принципе, каждый из них мог уменьшиться, но за счет вот этого вот все это растет. Но это все слова, а надо пример. Пример очень простой. Смотрите, нарисуем вот эту нулевую планку, это 100-рублевая планка, ну и там до бесконечности. А вот, так вот я предлагаю следующее, что книга стоила 5 рублей одна, другая 95 рублей, а еще одна 215 рублей. Вот, ну это тут подобраны, конечно, эти, чтобы все хорошо делилось на все, как обычно. Вот, ну и смотрите, что у меня происходит. Какая средняя цена в начале вот до подорожания книг с биркой выгодна? Она равна 50 рублей натурально, потому что их 2. Вот. Ну и получается, соответственно, да, давайте вообще посмотрим, какая средняя, какая сейчас средняя цена книги. 215 плюс 95 плюс 5. То есть 315 делить на 3, 3 книги. То есть у меня получается 105 рублей средняя цена. Ну и она складывается из двух книг со средней ценой, значит, 50, да, рублей. Так, что у меня тут? Еще раз. Да, 315, 105, да, на 3. Так, 105, это 2 такие и 1 такая. Что происходит? Почему у меня? А, нет, все верно, да. Да, 3 книги по 105 рублей стоит столько же, сколько 2 книги по 50 плюс 1 книга по 215. Ну, то есть средняя цена, это когда я это все на 3 поделю, 105 равно 2 трети вот этого плюс 1 треть вот этого. Тут надо количество, общее количество книг, естественно, вот я тут совершил лажу. Если бы я ее на ЕГЭ совершил, то аля улю, да? Средняя цена удовлетворяет вот таким, вот такому уравнению, вот. А общее количество книг по этой средней цене должно стоить столько же, сколько выгодных книг по средней выгодной плюс невыгодных по средней невыгодной. Ну и вот, соответственно, никакого противоречия нет, потому что меняются коэффициенты. Вот, а когда поднялись, то есть здесь 50 было, вот это вот 50, а это 215 было. Вот это 50, а это 215. Вот, отлично. А теперь что произошло? Все поднялись, это теперь 15 рублей, это теперь 105 рублей, и она больше не оснащена биркой, выгодно. Поэтому выгодные книги, средняя их цена 15 рублей, она только одна. А невыгодных книг, ну, которые без бирки, их теперь стало 2, а вот это вот стало 2, и у них средняя цена, соответственно, 105 и 225, так это 330 пополам, да, получается, 165, вот, 165. Тоже теперь это меньше. То есть те были в среднем 50, стали 15, те в среднем 215, стали 165. Но это ничему не противоречит, потому что действительно 1 раз по 15 плюс дважды по 165, и получается 345. 345 равно 115 умножить на 3. 345 делить на 3 равно 115. То есть никакого противоречия нет. Новая средняя цена на 10 рублей выше старой. Хорошо. Это все, в принципе, на коленочке выдумывается. Но я подготовил почву для решения и пункта В тоже. В пункте В известно, что первоначально средняя цена всех книг составляла 110 рублей. Вот. То есть было уравнение, что 110 на количество книг, и дальше средняя цена книг с биркой выгодно составляла 81 рубль. То есть я знаю, что 81 нужно умножить на В. А средняя цена книг без бирки 226 рублей. То есть 226 на К минус В. Так, еще видно. Вот, то есть это оставшиеся, которые без бирки. После увеличения цены на 10 рублей средняя цена книг, ну, естественно, у меня тут ничего не меняется. Тут 120К. То есть на 10 рублей средняя цена просто разрастает. А здесь, соответственно, после увеличения средняя цена книг с биркой выгодно в данном случае увеличилась. Стало 90, но теперь их количество изменилось. А остальных 210. То есть здесь как раз уменьшилось. ИК минус В с волной. И вот у меня есть два вот таких уравнения. Вот они сразу. В этой пункте В, да, сразу пишите уравнение. Тут нет как бы никаких этих самых. Это не олимпиадные задачи. В них написал уравнение и почти сразу все обычно получилось. Вот. А в чем вопрос? Вопрос, какое наименьшее К, при котором это возможно. То есть вот эти условия задачи при каком минимальном общем количестве книг могут выполниться все одновременно. Ну что же. Понятно, что надо просто эти уравнения преобразовать. А 281 В и 226 В я в одну сторону все кидаю. То есть 81 В минус 226 В 226 минус 81 это 145. Ну давайте вы тоже как бы проверяйте меня. Вроде как получается 145 145 В равно 226 минус 110. То есть 116 раз по К. А из этого уравнения все проще. у меня 210 минус 120 от 90 К. И оно должно быть равно 210 минус 90 в этой стороне 120. 120 В с полной. Вот. То есть на самом деле что я сделал? Я просто эти два уравнения ну решил. Ну решил вот до этой стадии. Но тогда делим это значит это делится на 29 и то и другое. получается 5В равно 4К. А это делится на 30 получается 4В с полной равно 3К. А вот теперь арифметика делимости. 4К делится на 5. Но 4 и 5 взаимно просто. Значит соответственно К делится на 5. Здесь 3К делится на 4. 3 и 4 тоже взаимно просто. значит К еще и на 4 делится. Но из этого следует что К делится на произведение потому что 5 и 4 тоже в свою очередь взаимно простые. Поэтому мы получаем что К делится на 20. То есть количество книг совместимое с этими уравнениями делится на 20. И естественно предположить что К просто равно 20. И попробовать найти возможность для этого то есть сколько книг сколько стоили до и сколько книг стоили позже чтобы удовлетворить условиям нашей задачи. Но если бы тут не получилось 20 я бы смотрел следующее 40. Но в ЕГЭ не дают слишком сложных задач поэтому в данном случае забегая вперед все получится. У нас 20 вполне годится. Здесь подставляем получается значит уравнение 145V равно 116 умножить на 20 ой нет сюда 5V равно 4 на 20 то есть V равно 16 тут 4V равно 3 на 20 то есть 60 значит V с волной равно 15 вот смотрите как хорошо мы уже знаем что выгодных книг было 16 а стало 15 в этом случае должно быть обязательно то есть одна книга перешла из разряда выгодных в разряд невыгодных вот и того вот соответственно мы уже просто знаем все ну как бы мы знаем всю структуру ситуации мы знаем что было 15 книг было 16 книг вот в этом диапазоне да до 100 рублей 16 одна перепрыгнула в процессе повышения цены в диапазон этот тут 4 книги тут одна вот совершила прыжок и где-то еще 15 книг ну и осталось что написать осталось написать значит осталось написать уравнения подставить в них подставить в них сейчас мы хотим вывести цену вот этой последней книги да цену последней книги надо надо определить чтобы в результате из 81 стало 90 равна средняя цена книг которые выгодны да которые выгодны сейчас секунду было 81 а стало 90 да то есть 16 книг 16 книг ну да правильно они же все подорожали вот значит соответственно 81 81 умножить на 16 равно неизвестной цене вот этой книги которая подскочила плюс 15 раз средняя цена остальных давайте п с птичкой поставим так а с другой стороны 90 на 15 90 на 15 равно 15 раз средней цены остальных плюс 10 потому что они все подорожали вот из этого уже ясно чему равно п с волной потому что 15 сокращаем 90 равно п с волной плюс 10 значит п с волной это 80 мы точно знаем что 15 вот этих книг в среднем по 80 в среднем ну и подставляем сюда и получаем п 96 вот это вот если вы решите это уравнение 81 на 16 равно п плюс 15 на 80 вот там даже можно схитрить но можно в лоб решать получится 96 и вот эта 96 она стала 106 и действительно она перепрыгнула в категорию высшую лигу в лигу дорогих книг ну и соответственно контрпример мы уже знаем его как бы как сказать его костяк костяк контрпримера состоит в том что если для 20 книг это возможно то средняя цена 15 книг вот этих должна быть равна 80 средняя цена этих 4 226 а эта 1 была 96 стала 106 и соответственно дальше нужно предъявить конкретику когда средняя цена этих 226 этих 80 а это 96 ну понятно что конкретика элементарно приводится просто 15 книг по 80 одна книга 96 и 4 книги по 226 полностью удовлетворяет условиям всех значит всем сформулированным требованием удовлетворяет этот пример 15 книг по 80 рублей принесли одну книгу по 96 и 4 книги по 226 но в самый последний момент выросли цены до этого 181 рубль это средняя из вот этого 226 средняя из этих 4 натурально потом это ушло остались все по 90 потому что на 10 рублей выросли 90 средняя их ну а 210 как легко проверить это средняя между 236 4 раза и 1 раз 106 вот все задача полностью решена ну вот здесь здесь прикольно что вот такие эффекты разные наблюдаются да и те средние и те средние падают а в целом все растет ну короче эта задача мне понравилась мне показалось что она такая достаточно ну достаточно интересная она 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 Продолжение следует...